Еще один образовательный проект на базе Международного гуманитарного университета. Задача всемирно известной компании «Колгейт» донести людям, начиная со школьного возраста, как правильно заботиться о своем здоровье. Студенты 4-го курса МГУ рассказывали и показывали школьникам начальных классов азы ухода за полостью рта. Подробности в нашем сюжете. Все начинается с детства. Правильная забота и уход за здоровьем. Медицинский институт Международного гуманитарного университета при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова возобновил систематическое обучение школьников здоровому способу жизни и качественному уходу за личной гигиеной. Международная академическая школа, проект нашего лидера Сергея Васильевича Кивалова, руководителя Украинской морской партии, это не только является жемчужиной архитектурной нашего города и духовным центром, но и также центром воспитания здоровья для нашего подрастающего поколения. И вот сегодня мы запускаем проект по системному обучению детей различным аспектам здорового образа жизни. Студенты-стоматологи МГУ участвуют в глобальной инициативе компании «Колгейт» «Яскрава усмешка и яскравы мои бытя». Цель этой глобальной инициативы – донести культуру населению, начиная с младшего детского школьного возраста, о необходимости правильно ухаживать за полостью рта, о том, что здоровье человека начинается со здоровой полости рта, и этому надо учить с детства. Проект реализовывается не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. Программа для всех стран одна. Она утверждена компанией «Колгейт», которая и является инициатором благотворительного проекта. Дети 15 минут смотрят мультфильм, а дальше отвечают на вопросы. То есть всем студентам был роздан сценарий, они его выучили и в парах тренировались, кто задает какие-то вопросы. То есть здесь как раз это очень четко для всех стран мира. Компания «Яркая улыбка, яркое будущее» будет проходить в течение нескольких дней. Темы для занятий самые разные, ведь тренинги проводятся как для второго класса, так и для шестого. Преподаватели рассказывают, что такой современный и интерактивный подход еще больше мотивирует детей посещать школьные занятия. Дети ждали с нетерпением, было очень интересно, потому что понедельник день такой интересный, детям очень нелегко втягиваться в учебу. И вот сегодня день начался с такого интересного события, посещения зубного зайца. Любой врач должен быть по совместительству хорошим психологом, ведь найти правильный подход к пациенту, а тем более к маленькому пациенту, совсем непросто. Для студентов четвертого курса стоматологического факультета Медицинского института Международного гуманитарного университета уроки для деток школьного возраста – это отличная возможность попрактиковаться, находить общий язык и убедить их, что гигиена полости рта важна. Каждому ребенку нужно находить подход, учитывая его жизненный опыт, учитывая его общество, знать, какие темы ему идут интересны, и поднимать эти темы, чтобы наладить контакт, и он понял, что тебе безопасно с ним. С детками было достаточно непросто, все-таки к ним нужен особый подход, но у нас как-то удалось это найти общий язык, и довольно хорошо прошел урок. Несмотря на столь раннее время и понедельник, школьникам понравился мастер-класс от будущих стоматологов. Как они чуть позже осознались, половины того, что нужно, не делали, но теперь будут заставлять даже родителей соблюдать все правила. После мини-экзамена на проверку полученных знаний каждому выдали набор зубного защитника – зубная щетка, паста и дневник, где они в течение месяца должны отмечать свои успехи. Нам рассказывали, как правильно чистить зубы, и что нужно их чистить два раза в день. И нам показывали мультик очень интересный, как правильно чистить зубы, и что нужно есть, и что нет, как образуется кариес. Я вообще чистила зубы постоянно перед едой, а вот я узнала, что нужно чистить после еды, и нужно поласкивать рот, а я этого не делала вообще. Здесь вообще подарили два предмета – это детская паста раз, и два – это зубная щетка. Нам выдали вот такие вот дипломы, и еще вот эти карточки, чтобы отмечать, когда мы чистим зубы. Напомним, медицинская клиника Международного гуманитарного университета проводит бесплатное тестирование на COVID-19. Это не первый социальный проект, который реализуется при поддержке лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова. Также функционирует бесплатная юридическая клиника, где каждый нуждающийся одессит может получить качественную поддержку юристов.